А сам ухожу, как всегда, в чат. Инструмент PowerPoint помогает нам создавать анимированную инфографику. Сразу скажу, этот вебинар не об инструменте. Мы будем говорить не о том, как нажать на кнопку, сколько секунд выставить анимацию, как сохранить правильно готовый результат. Мы будем говорить именно о подходе, о принципах создания инфографики. Я надеюсь, что та информация, которую я вам сегодня сообщу, поможет вам быстрее пройти этот путь от первых анимированных роликов до прекрасных, достойных результатов, которые вы будете показывать своим коллегам, будете показывать своим, может быть, читателям, может быть, своим спонсорам и так далее. Собственно, анимированная инфографика нужна в первую очередь для того, чтобы создавать презентационные анимированные ролики. В качестве видео для социальных сетей они годятся слабо. Дело в том, что PowerPoint из всех известных инструментов анимации самый слабый, но в то же время самый доступный. Поэтому результаты ваших роликов – это не анимационные мультфильмы, это не какие-то оживленные персонажи. Максимально хороший результат, которого можно достигнуть с помощью PowerPoint – это анимированная инфографика. Сегодня мы поговорим о трех этапах создания инфографики. Это выбор элементов, которые будете анимировать, собственно, сами настройки анимации и способ сохранения вашего результата. Собственно, что такое инфографика? Инфографика – это способ выразить какую-то сложную информацию через простые элементы. Что можно сделать? Можно сделать итоговый отчетный ролик за год, показать цифры, достигнутые показатели в таком простом, но достаточно достойном отображении. Можно сделать какой-то буктрейлер, например, основанный на текстовой информации и на простых картинках. Можно показать организационные схемы или дальнейшие планы вашей работы. Итак, еще раз мы выбираем элементы, мы настраиваем анимацию и сохраняем как видео. И начнем именно с наших простых элементов. PowerPoint позволяет нам поступить двояким образом. С одной стороны, мы можем подгрузить в него какие-то сторонние элементы. С другой точки зрения, мы можем воспользоваться инструментами самой программы. Что относится к сторонним инструментам, что относится ко встроенным инструментам. В первую очередь, сторонние инструменты – это картинки, которые вы можете загрузить в PowerPoint. Картинки мы можем загружать, как правило, в формате JPEG, в формате PNG. Но это не единственные форматы и не единственная разница между подгружающими картинками. Давайте посмотрим пример. Сейчас на слайде расположено три варианта объекта. Балка с краской – это самый простой вариант – иллюстрация в формате JPEG. Чем она отличается? Тем, что у нее есть сразу белый неотделяемый фон. Таким образом, когда вы размещаете какую-то картинку, какую-то иллюстрацию в формате JPEG, вы перекрываете все слои, которые содержатся ниже. Второй пример – это вот розовая туфелька. Не нашлось у меня другой иллюстрации под рукой. Она в формате PNG. PNG – это картинка с прозрачным фоном. Такие объекты, когда мы встраиваем их в презентацию, в инфографику, смотрятся более органично, более естественно за счет того, что они фон не перекрывают. А вот третий пример – вот этот вот фотоаппарат – это тоже иллюстрация в формате PNG, но обратите внимание, у фотоаппарата есть тень. Это PNG – объект сразу с тенью. С одной стороны, тень позволяет сразу добиться эффекта объема. С другой стороны, она неотделима от объекта, в данном случае от фотоаппарата, и это создает нам определенные неудобства. Например, если одна иллюстрация освещена слева, и тень падает, соответственно, вправо, а другая иллюстрация освещена была художником справа, тень падает в левую сторону, возникает диссонанс. Может быть, на первый взгляд мы не понимаем, почему нам кажется картинка неестественной. Мы не сразу считываем вот такие вот нюансы. Но на подсознательном уровне наш зритель, наш пользователь видит вот эти нюансы, и для него изображение становится неправдоподобным, неприятным. Вот такие мелкие ошибки как раз создают эффект неприязни. Поэтому если вы используете картинки в формате PNG, лучше их, конечно, брать без тени. Но это не единственные недостатки, которые есть в невстроенной графике, в сторонних изображениях. Как известно, у каждой иллюстрации есть вот эта вот ограничивающая рамка, которую я уже обозначила на рисунке, и есть центр иллюстрации. Вся анимация в PowerPoint идет от центра иллюстрации. Но посмотрите, например, в примере с той же туфелькой. Центр иллюстрации не совпадает с геометрическим центром объекта. Если мы будем вращать изображение, оно будет вращаться неестественным образом. Центр приложения сил, центр тяжести объекта не совпадает с геометрическими размерами рисунка. И это снова добавляет нашим иллюстрациям неестественности. И анимацию будет намного сложнее настраивать. PowerPoint не предусматривает той возможности, чтобы перенести центр тяжести, центр изображения на произвольную точку. Это сразу ограничивает наши возможности. С другой стороны, если вы возьмете симметричные рисунки, например, изображение круглого объекта, изображение квадратного объекта, геометрический центр будет, скорее всего, совпадать. И такими объектами можно будет пользоваться. Если мы возьмем встроенные объекты PowerPoint, здесь будет совершенно другая ситуация. К встроенным объектам я отношу в первую очередь вот эти три типа изображения. Круги — это организационная схема. То есть это какая-то графика, в которой сочетаются простые геометрические объекты и текст. Это может быть иерархия, это может быть цикл, это может быть какая-то организационная схема. Дальше в моей презентации будет тоже несколько примеров на эту тему. Такая простейшая организационная диаграмма, простейшая схема в PowerPoint настраивается как smart object, умные объекты. И действительно, каждый из этих объектов, каждый из этих схем состоит из отдельных элементов. Каждый круг можно по отдельности перекрашивать, можно по отдельности анимировать, можно по отдельности настраивать. Это очень удобно. Та же самая ситуация с диаграммой, которая расположена ниже. Диаграммы в PowerPoint вставляются из Excel. Вы можете создать пустую диаграмму, у вас откроется дополнительно окно Excel, и вы можете ввести свои данные, изменить внешний вид диаграммы, поменять настройки, названия, числовые значения. Такие диаграммы тоже являются умным объектом. Каждый столбик можно настроить по отдельности, можно изменить цвет, можно изменить подписи. И анимировать при анимации тоже каждый столбик будет появляться или исчезать как отдельный прямоугольник, а не как готовая картинка. Ну и, наконец, стрелка. Это обычный инструмент рисования, это готовая библиотека объектов. Я не могу сказать, что в PowerPoint такая уж большая библиотека. То число предметов, то число элементов, которое доступно, в принципе, достаточно для простой инфографики, но недостаточно для более сложных вещей. Но каждый из этих объектов, во-первых, имеет правильно настроенный центр, то есть стрелка будет вращаться естественным образом, масштабирование будет происходить тоже наиболее естественным и приятным для глазу с постным. Итак, сторонние объекты и встроенные объекты PowerPoint. У каждого из них есть свои достоинства и свои недостатки. Если говорить более серьезно, то сторонние объекты, которые вы добавляете в PowerPoint, являются растровыми. Это значит, что у них есть ограничения на размеры. Сделать их слишком большими или сделать их слишком маленькими – это значит заметно потерять в качестве. С другой стороны, сторонние объекты позволяют нам стилизовать как презентацию, так и видеоролик. Вы можете подобрать картинки, выполненные в едином стиле. Я для этого, например, использую скраб-наборы. Наборы для электронного скраб-бокинга, наборы для электронного оформления фотографий, например, в фотошопе. Можно взять такие наборы, в которых больше сотни объектов, и все они будут выполнены в едином стиле. Конечно, это очень здорово увеличивает наши возможности. Но в то же время, как вы видите, анимировать сторонние объекты не так-то просто. Будут обязательно огрехи, будут какие-то мелкие, но от этого более неприятные ни совпадения, ни состыковки. У объектов PowerPoint, увы, ограниченный выбор и очень мало способов настройки. Да, вы можете добавить тень, да, вы можете добавить отражение, но с той же гибкостью, как, например, в том же фотошопе обрабатывать элементы, у вас не получится. Опять же, организационные схемы и диаграммы обладают крайне неприятным свойством. Это автоподстройка. Когда вы увеличиваете или уменьшаете поле, на котором работаете, у вас автоматически растягиваются объекты, автоматически изменяется размер шрифта, и это очень неприятно. Вы можете долго тщательно настраивать анимацию, а затем случайно увеличить какой-то элемент, и у вас полетит вся сетка, вся анимация полетит со своих мест. Это неприятно. С другой точки зрения, все объекты PowerPoint являются векторными. А это значит то, что у нас нет никаких ограничений на размеры. Мы можем делать их насколько угодно большими, насколько угодно маленькими. И если говорить именно об инфографике, о простых элементах для выражения сложных понятий, встроенные объекты PowerPoint подходят больше. Они тоже могут быть выстроены в едином стиле, они могут быть полностью разборными для анимации. А значит для выражения сложных понятий простым языком будут подходить больше. К тому же простые элементы легче считываются с экрана. Их проще понять, и они намного быстрее читаются зрителям. Во встроенные объекты PowerPoint я специально не вписала еще один объект, потому что у него все-таки немножко другие настройки. Это, естественно, текст. Текст в PowerPoint это отдельный элемент, отдельный способ что-то рассказать. О нем немножко позже. Итак, мы выбрали элементы, с которыми будем работать. Вообще, если говорить о работе над вот такими вот роликами, работа, собственно, начинается с бумаги. И тогда, когда кто-то из вас запишется на мой курс, вы тоже увидите, что я предпочитаю начинать работу над любой презентацией, над любым каким-то вот таким вот сложным программным продуктом с бумаги. Когда мы на листах расписываем, рисуем экраны, из них вписываем те элементы, которые должны находиться. Дело в том, что в процессе работы будет происходить очень много изменений. Очень много слайдов придется дублировать. Очень много анимации придется переносить из одного слайда в другой слайд. И, конечно, эту работу проще сначала проделать с листочком и с ручкой. Есть еще один немаловажный момент, который на практике обычно мы понимаем не сразу. У меня уже достаточно много времени для того, чтобы привыкнуть работать именно так. На каждом слайде для инфографики должно быть как можно меньше элементов. Как можно меньше текста, как можно меньше картинок. При необходимости вы дублируете слайд, убираете уже ненужные элементы, добавляете новые. И вот об этом сейчас я вам расскажу в разделе «Структура слайд». Собственно, что должно быть на экране для того, чтобы было легче превратить простую презентацию в эффектную инфографику. Возьмем вот такой вот пример. С первой точки зрения, конечно, ничего сложного. Здесь на слайде достаточно мало информации, и она может восприниматься с первого взгляда. С другой стороны, для инфографики это достаточно тяжелый пример, потому что здесь находится слишком много объектов, которыми приходится управлять. Чем больше объектов, тем больше у вас будет пунктов анимации. То есть каждая отдельная анимация – это каждый отдельный пункт. Например, вот здесь, сейчас я посчитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, даже, наверное, десять пунктов анимации, что достаточно уже сложно для управления. Из чего состоит этот слайд? Ну, во-первых, основа любого слайда, особенно это важно для инфографики, это фон. Дальше здесь есть иллюстрации. Это как раз тот пример, о котором я говорила. Это стрелки не из пауэрпоинта, это сторонние стрелки, но они, во-первых, симметричные, с ними легко работать, во-вторых, они из одного графического набора. То есть каждая иллюстрация была создана художником одновременно, они все в одном стиле, они все одинаково оформлены. И есть уже какая-то цветовая палитра, разработанная художником. Признаться, с цветовыми палитрами я не очень хорошо дружу. Придумать какую-то свою палитру для меня сложно. Я обычно ищу готовые интересные варианты, например, с помощью некоторых сервисов, и уже работаю с ними. Итак, фон, иллюстрации, текст. Здесь звездочка, я обозначила анимацию. Анимации есть у каждого объекта. И у большинства объектов не одна анимация, а несколько разных. И звук. На этом слайде еще есть звук. Давайте проговорим отдельно работу с фоном. У нас может быть несколько разных вариантов для работы с фоном. Я сделала для вас три примера, которые вы можете скачать из окна вебинарной комнаты, так же, как и вот эту презентацию, которую сейчас видите на экране. Итак, первый вариант, который я вам покажу. Сразу скажите, пожалуйста, видно его или не видно. Сейчас, секунду, тогда я немножко настрою. Так, у кого-то плюсики уже, у кого-то минутки. Да, со смартфона, к сожалению, видно не будет, но поэтому у вас есть возможность эти презентации скачать и просмотреть потом так, как вам удобно. Так, вижу, плюсиков пошло больше. Хорошо. Итак, первый вариант – это одинаковый фон на протяжении всей презентации. Как видите, здесь у меня простейший вариант, настроенный на три слайда, и везде стоит один и тот же фон. Переходы между фонами настроены таким образом, чтобы они происходили не по щелчку, а после нуля секунд. Это значит, что слайды переключатся сразу после того, как закончится анимация. Никаких дополнительных эффектов перехода не настроено, и тогда при показе слайды не дают эффекта переключения. Создается впечатление, что все слайды идут как один ролик. Нет раздерения на слайды как раз именно за счет одинакового фона. Давайте я запущу еще раз. Я надеюсь, что вам видно хотя бы небольшой кусочек этого видео. Простая анимация в три слайда, один фон, создают впечатление как раз единого, целого, неоденимого ролика. Это самый простой вариант, который вы можете сделать. Он подходит для коротких роликов. Например, на 10, максимум 15 слайдов, где вы получили сообщать информацию. И вся информация относится к одной теме, к одному разделу. Например, вы показываете мероприятие, которое вы провели в сентябре. У вас мероприятие 1 – фотография, мероприятие 2 – фотография, мероприятие 3 – фотография. Вот такой простой вариант. Если вам потребуется сделать ролик более длинным и состоящий из нескольких разделов, вам будет нужен второй вариант. Когда через несколько слайдов, через 8-10 слайдов вы меняете фон ролика и при этом все переходы между роликами, все переходы между слайдами должны быть без 3D-эффекта. К сожалению, PowerPoint при использовании 3D-эффектов дает неприятный черный фон. Я снова запускаю трансляцию со своего рабочего стола. И сейчас у меня презентация на 6 слайдов. Каждые 2 слайда меняется фон. То есть сначала там же остается кружочек, затем однотонный. Так, если снова не видно, вы мне скажите. Я понимаю, что через какое-то время оно должно подключиться. Так, еще раз давайте вытянем рекламу. Ага, все-таки было видно. Хорошо. Собственно, если бы это был реальный ролик, который бы мы записывали, например, для интернета или для выступления где-то, я бы сказала, что фон выбран крайне неудачно. Потому что вот такой вот фон с мелкими элементами, особенно вот на пятом и на шестом слайде, фон с мелкой рябью, выглядит достаточно неприятно. Лучше выбирать фон однотонный, текстурный. Вот как здесь розовые слайды. На самом деле у них текстура мрамора. Сильно это не видно, но ощущается, опять же, на таком, немножко подсознательном уровне. Сейчас я покажу, как настроены переходы между слайдами. Точно так же слайды меняются не по щелчку, а после окончания анимации. Первые у меня идут без перехода. Дальше на третьем слайде у меня стоит эффект случайные полосы. И на пятом слайде эффект открывания. Обратите внимание, вот все эффекты, которые находятся ниже простых, сложные динамические содержимые, это 3D эффекты. Если мы будем их включать, то у нас появится как раз этот неприятный черный фон. Я покажу сейчас, как выглядит ролик. Как видите, слайды меняют друг друга достаточно просто. Сейчас я заменю на 3D эффекты, и вы увидите, насколько неприятным станет Тимотео. Вот он появляется, черный фон, который, во-первых, замедляет анимацию, во-вторых, разбивает внимание зрителя. Переход с переворачивающей страницей немножко получше, но, опять же, это лишний 3D эффект, который отвлекает. Все 3D эффекты отвлекают зрителей. Их лучше избегать и ставить максимально простые переходы между фоном. Во втором варианте мы меняем фон через 8-10 слайдов, выбираем простые переходы и стараемся использовать одни и те же переходы между частями нашего ролика. Ну и, наконец, третий вариант. Он более сложный, но смотрится, наверное, эффектнее всего. Он больше всего похож на ту анимацию, которую мы видим обычно в социальных сетях. Мы используем градиентный фон и простые переходы. В сочетании они имитируют скролл, пролистывание страницы. Можно настроить пролистывание как сверху вниз, так и слева направо. При правильной настроенной анимации это выглядит достаточно серьезно. Итак, я снова запускаю трансляцию и показываю вам очередной пример. Так, я подожду. Я поняла, что трансляция подгружается не сразу. Здесь у меня тоже презентация в три слайда, как и остальные вы сможете его скачать и разобрать уже дома по частям. Фон на слайдах настроен, посмотрите, в виде градиента от светло-серого по краям до темно-серого посередине. Он одинаковый на всех слайдах, за исключением первого. Так, все-таки нет. Да или нет? Давайте я перезагружу еще раз. Не переживайте, больше трансляция будет, только три примера. Так, сейчас градиентный фон, светло-серый по краям, более темный по центру, я опытным путем выяснила, что лучше всего ставить разницу в один тон. В два тона это слишком сильно, слишком заметно. Переходы стоят с двигом. И при анимации это дает вот такой эффект. Пошел первый слайд, переключение на второй, переключение на третий. Как вы видите, создается впечатление, что экран просто-напросто пролистывается сверху вниз или снизу вверх. Если правильно настроить и согласовать с анимацией объектов, да, конечно, сейчас включу еще раз, если согласовать с анимацией объектов, это будет смотреться очень эффектно. Собственно, зачем я добавила еще один лишний слайд в начале? Сейчас я его уберу и запущу ролик еще раз. Как видите, он начинается с черного экрана и потом уже идет вся остальная анимация. Чтобы не было вот этой вот черноты в начале ролика, я поставила дополнительный слайд, у которого выставила минимальную длительность и добавила на него градиент как раз от черного до того серого, который использован на остальных слайдах. Вот этот вот дополнительный, как раз дополнительный слайд и помогает избежать черноты в начале. Наш ролик начинается с появления, с эффекта, который называется, например, фейл. появление из темноты. И это смотрится намного лучше, чем чисто черный экран, на который начинается сразу идти презентация. Тоже такая маленькая хитрость, для которой потребовалось не один десяток экспериментов. Итак, я назвала вам три способа, три способа, которыми вы можете создать хороший, грамотный фон. Именно вот такие вот три варианта как раз дают ощущение именно видео, что это не просто слайд-шоу, не просто переключение между картинками, а именно единое целое, единый целый ролик. Так, теперь поговорим об элементах. Сразу простые правила, да? На каждом слайде у нас находится элементов как можно меньше. При этом текст – это максимум три строчки. Это, опять же, должно быть три строчки текста, находящиеся не в разных листах слайда, а именно один блок текста, так, чтобы его можно было окинуть одним взглядом. Если вы добавляете простую иллюстрацию, то есть, это даже не о фотографии, а просто о том, что вы нарисовали звездочку, уменьшаем количество текста до одной-двух строчек. Если вы используете фотографию, если вы используете диаграммы или вот эти вот организационные схемы, то текст лучше убрать вообще. Максимум одна строчка подписи, два-три слова. Это тот максимум, который можно себе позволить. Не забывайте, что презентация находится на экране намного дольше, чем видео, а значит, если вы делаете в PowerPoint-е видео, то и элементов на одном слайде должно быть заметно меньше. Теперь о звуке. Самый простой вариант не делать звук в PowerPoint-е, записать в PowerPoint-е видеоролик, а звук наложить затем в другой программе. Почему так происходит? Во-первых, вся инфографика идет от готовой звуковой дорожки. Если работает профессиональная анимационная студия, они сначала записывают звуковую дорожку и уже под нее собирают анимацию. Если у вас есть такая готовая звуковая дорожка, отлично. Вы загружаете ее на первый слайд, настраиваете так, чтобы она проигрывала на время всей презентации, и прямо под звук настраиваете анимацию и переходы. Это самый отличный вариант. Но, как правило, самый маловероятный. Если есть возможность обойтись одной музыкой, это прекрасно. Вы подбираете музыку, тоже посмотрите по длительности, точно так же добавляете ее одним файлом в начало, и желательно не переключать музыку во время анимационного ролика. Если вам нужен закадровый голос, вы его, опять же, отдельно записываете, накладываете на музыку в какой-нибудь из сторонних программ, и как единый файл снова добавляете в презентацию. Намного хуже, если вам нужны звуковые эффекты. Ну, например, щелчок, когда появляется какой-то объект, или звук, проезжающий машина, когда на экране появляется изображение машины. Такие звуковые эффекты практически невозможно в PowerPoint свести с анимацией. Они не совпадут по времени, и это, опять же, будет отталкивать зрителей, будет для них смотреться и, скажем так, слышаться крайне неприятно. Поэтому либо у вас есть один звуковой фрагмент, который вы ставите на первый слайд и включаете непрерывное проигрывание, либо вы сначала настраиваете анимацию в PowerPoint, а затем в других программах подгоняете под нее звук. Лично я за второй вариант. Все-таки в PowerPoint без звука, а затем уже по необходимости наложить музыку, начитать голос. Так, прошу прощения. Так, с элементами мы вроде бы разобрались. Если у вас нет вопросов, ну, то я рада буду ответить на любые вопросы. Анимация – это крайне интересно. То сейчас мы переходим к разделу именно про настройку анимации. Я уверена, что каждый из вас знает базовые принципы, базовые правила создания анимации в PowerPoint. Поэтому я пробегусь по основным моментам, которые нужно учитывать, если вы работаете именно с видео, именно с инфографикой. И, может быть, подскажу несколько интересных для вас решений. Итак, анимация. Анимация в PowerPoint бывает четырех... Так, бывает двух видов. Это переходы, которые делятся на три категории, на простые, на сложные и на динамическое содержимое. Как мы говорили, в переходах нас интересуют максимально простые варианты. И анимацию элементов, которые, в свою очередь, делятся на четыре части. Начнем мы с переходов. Вот так выглядит окно переходов в PowerPoint. По крайней мере, в той версии, которую я пользуюсь обычно. Она мне нравится больше остальных. И, как я говорила, нас в первую очередь интересуют именно простые переходы, потому что с ними выглядит наша анимация, наш видеоролик лучше всего. Появление, сдвиги, панорамы. Какой-то из этих вариантов вы должны подобрать сами. Самое главное, что при использовании перехода у вас не резалось изображение на слайде. Например, если у вас по центру есть крупная надпись, и вы используете пятый переход панорама, то ваша надпись разрежется на две части. От нее останутся начальники, конечные буквы. Это неприятно. По этой же причине я обычно не использую... Так, это у нас пятый, что... Восьмой переход. Случайные полосы, потому что они разрезают изображение. Справа от панели переходов, от вот этих вот вариантов, у нас располагается время показа слайма. И как раз вот здесь вот есть те маленькие хитрости, до которых надо дойти практическим путем. В первую очередь мы всегда отключаем смену слайдов по щелчку. По щелчку слайда, конечно, когда вы будете записывать видеоролик, у вас слайды будут меняться автоматически. Но настройка по щелчку добавляет дополнительные секунды, дополнительные паузы между слайдами. А мы знаем, что вот так вот затягивать действия в видеоролике, это значит терять внимание зрителя. Особенно это важно, если ваш ролик предназначен для молодежной аудитории. Они любят быструю смену объектов, и вот такое вот затягивание анимации означает то, что вы потеряете их после первого, максимум после второго слайда. Дальше я не включаю смену слайда после времени. У меня полностью отключены все настройки, а это значит, что слайды меняются после того, как закончилась вся анимация. Например, у меня по экрану движется стрелка. Как только она вылетела за границей слайда, сразу происходит смена. Это очень удобно. В том случае, если у нас отключены смена слайдов по щелчку и смена слайдов после времени, в действие вступает на настройка длительности. Сейчас длительность слайда выставлена 2 секунды. Если анимация будет занимать меньше 2 секунд, то образуется пауза, пока не пройдет 2 секунды, и затем будет смена слайда. Поэтому, если у вас мало объектов, например, 3 строчки текста или строчка текста и какая-то простая иллюстрация, то лучше вот эту вот длительность снижать, ну, например, до половины секунды. В любом случае, слайд не сменится до тех пор, пока анимация не закончится. Так, еще раз. Минимальная длительность. Мы выставляем минимальную длительность слайдов, самую минимальную из тех, которые возможны для того, чтобы не возникало неприятных пауз. И добавляем дополнительный слайд в начале, тоже с минимальной длительностью, для того, чтобы у нас не было неприятного черного экрана. Пойдем дальше к анимации элементов. С анимацией элементов все немножко сложнее, немножко интереснее. Тут у нас больше возможностей, но, как я уже говорила, PowerPoint не очень гибкий. В нем нет возможности настроить анимацию именно так, как вам нужно. К счастью, для работы с инфографикой нам и не нужны достаточно сложные какие-то настройки. Всего в PowerPoint 4 способа анимации элементов. Здесь в окне настройки анимации они обозначены звездочками разных цветов. Зеленые – это появление элементов, красные – исчезновение элементов. Естественно, что у каждого объекта может быть только одна зеленая или только одна красная анимация. Конечно, вы можете поставить их и пять подряд, но тогда объект будет неприятно мигать, исчезая со слайда и появляясь снова. Поэтому одна зеленая анимация, одна красная анимация. Желтые анимации – это выделение, способ привлечь внимание к объекту. Желтых анимаций можно добавлять столько, сколько угодно. И, наконец, четвертая белая анимация – это пути перемещения. Здесь они обозначены вариантами линий, дуги, повороты, фигуры, петли и так далее. Вот пути перемещения – достаточно много интересных вариантов, и, конечно, есть возможность настроить свой пользовательский путь. То есть вы можете заставить какой-то объект по экрану летать именно так, как вам нужно. Начнем мы с зеленой и с красной анимации. Тут уже есть свои маленькие секреты по настройке. Как я уже сказала, для каждого объекта одна зеленая или одна красная анимация. В первую очередь обращаю ваше внимание на то, что мы используем только простые движения. появление фактически сверху, снизу, слева, справа, из-за края слайда и появление, когда объект у нас разворачивается слева направо или сверху вниз. Точно такое же исчезновение. Лучше всего использовать зеленые и красные одинаковые типы анимации. Например, если у вас объект влетает слева направо на слайд, то красная анимация улет из центра слева за правый край. Все анимации, все движения объектов должны быть логически оправданными, должны подхватывать друг друга и продолжать. Может быть, это не так важно для анимации в презентации, но это очень важно для анимации именно в инфографике. Так, что насчет показания? Это было вот в тех примерах, которые я включала. Там и текст, и стрелка двигались одинаково. Они влетали на экран, задерживались на четверть секунды и затем исчезали. Если объект остается на экране какое-то время... Хорошо, сейчас я также включу показ экрана. Если объект остается на экране какое-то время, то можно сменить направление движения, но ни в коем случае не задом наперед. Сейчас у вас подгрузится, здесь у меня оранжевая стрелка на экране. Для нее стоит анимация, зеленая и красная. Стрелка появляется слева и уходит за правый край. Поскольку она остается на экране какое-то время, я могу поменять анимацию выхода и, например, сделать так, чтобы она улетала вверх или вниз. Чем кардинальнее я меняю направление движения, тем дольше я должна оставлять объект на экране. Сейчас я на целую секунду оставила стрелку на экране, потому что поменяла направление движения вправо-вниз. Если я хочу поменять направление движения, например, просто вниз, я задержу ее на экране еще дольше, на полторы секунды. То есть чем резче мы меняем анимацию, тем дольше должен объект оставаться на экране. Так, показала? Еще вопросы? На самом деле зеленая и красная анимация, вход и выход – это самые простые варианты. Они нужны только для того, чтобы появился объект. Вылет, то есть появление из-за границ, он такой самый эффектный, лучше всего смотрится на видео, чем какие-то другие варианты. Очень хорошо смотрится еще масштабированный, когда объект появляется с увеличением. Если нужно сделать что-то интересное, что-то более сложное, что-то специфическое, тогда мы используем белую анимацию пути перемещения. Опять же, лучше всего здесь смотрятся прямые линии и дуги, то есть тоже простые линии движения. Конечно, если вы полезете в дополнительные пути перемещения, вы найдете варианты и движения по спирали, и рисование четырехлистника, петли бесконечности, зигзагов и всего, чего ваша душа изволит. Но, опять же, вот эта вот анимация, она очень плохо контролируется. Как я уже и говорила, у Powerpoint все вот эти вот объекты, у них есть автоподстройка, и вы не можете, например, нарисовать спираль с пятью витками, если Powerpoint считает, что на такую анимацию положено 17 витков. У вас будет 17 витков и все, ничего вы с этим не сделаете. Поэтому более сложные пути перемещения неудобно использовать. Они, во-первых, не настраиваются так гибко, как вам нужно, а во-вторых, при перемещении объект не поворачивается. Это все равно, что у вас человек входит в комнату спиной к дверному проему и выходит из комнаты спиной к дверному проему, он не разворачивается. А при движении неразворачивающейся объекта смотрится по меньшей мере странно. Поэтому только простые пути перемещения. Я предпочитаю брать вот такие вот стрелки с поворотами и с дугами, они смотрятся тоже сами по себе достаточно эффектно. При этом не забывайте, у вас на слайде есть элементы, текст, например, есть какие-то объекты, и можно добавить какие-то дополнительные, скажем так, спайс. По-английски называется спайс, по-русски их переводят как шурешки. Это какие-то искры, звездочки, ленточки, которые как конфетти подчеркивают движение. Вот для них как раз такие пути перемещения – самый лучший выбор. Теперь желтые звездочки. Что из них лучше всего использовать в анимации? Тут все очень просто. Во-первых, выделение цвета. Вы рисуете, например, три прямоугольника. Каждый прямоугольник – это организационное подразделение. И сейчас вы будете говорить конкретно о вот этом организационном подразделении. Выделяем его цветом. Можно изменить размер. Например, вы написали пять фамилий, и сейчас говорите, кто из них станет новым заведующим отдела, и именно эту фамилию вы увеличиваете. Можно обвести фигуру. Для текста это неудобно, а для фигуры самое то. Например, у вас пять квадратиков, каждый из них обозначает какого-то сотрудника, и вы, например, обводите текст сотрудников, которых назначаете ответственными за какое-то мероприятие. То же самое с текстом. Текст можно выделить, добавив ему жирности. Текст можно подчеркнуть. И текст можно закрасить цветом. То есть не просто поменять его цвет, а именно выбрать анимацию закрашивания слева направо. Это смотрится естественнее, органичнее. Опять же, если вы выбрали какую-то желтую звездочку в первом слайде, например, вы решили, что на первом слайде у вас объекты будут обводиться, то именно этот способ выделения лучше всего использовать во всех других случаях. Чем меньше сумятицы, тем проще будет людям считывать вашу информацию с экрана. Ну и, конечно, вы знаете о том, что когда вы работали с анимацией, удобнее включать область анимации, где будут видны все объекты. Но я рекомендую дополнительно еще использовать область выделения. Когда вы щелкаете по какому-то объекту, то во вкладке «Формат» у вас есть возможность выбрать область выделения. Она тоже появится справа, как и область анимации. И в ней будут перечислены все элементы, которые есть у вас на слайде. То есть все за исключением фона. Здесь можно все эти объекты переименовать, чтобы не запутаться, где что. Можно включать и отключать их видимость, чтобы самому найти что-то спрятанное и вскрывшееся за другими слоями. И быстро выделять нужный элемент для того, чтобы добавить к нему анимацию. Либо у вас очень мало объектов на слайде, и вы в них не путаетесь, либо используете вот такую вот область выделения. Еще раз скажу, она находится во вкладке «Формат», которая появляется, как только вы выделите какой-то объект. Итак, кратко резюмируем. Всю анимацию мы выставляем не по щелчку, а по времени. Очень тонко и аккуратно подгоняем время. При необходимости вбиваем нужные цифры руками вплоть там, что нам нужна одна сотая секунды для этой анимации. Мы регулируем порядок возникновения элементов с порядок анимации длительностью эффекта и длительностью задержки между ними. То есть все наши анимированные элементы меняются не по щелчку, а меняются после предыдущего или с предыдущей. И мы отрабатываем их порядок появления с помощью длительности задержки. Опять же, если мы говорим о серьезной профессиональной анимации, у них никогда анимации не идут по порядку. Все объекты начинают двигаться тогда, когда предыдущий объект только заканчивает свое движение. Ну и слайд переключается тогда, когда заканчивается анимация. Для этого мы отключаем галочку по щелчку и настраиваем минимальную длительность слова. И, наконец, когда наш шедевр готов, мы 25 раз его просмотрели, отловили все ошибки, которые непременно возникнут, подстроили всю анимацию, очень тонко и аккуратно выстроили время, мы сохраняем презентацию как видео. PowerPoint предлагает нам два варианта сохранения. Это видео в формате MP4 и видео в формате Windows Media Video. У каждого из них есть свои ситуации, когда лучше использовать. Например, MP4, он меньше будет занимать места на компьютере, он лучше подходит для загрузки в интернет, для загрузки в социальные сети. Windows Media Video я обычно использую в том случае, когда я еду куда-то, скажем так, к незнакомому компьютеру. Я не знаю, что на этом компьютере стоит, я не знаю, какие там есть плееры, какие там есть кодеки, какие настройки, но я точно знаю, что формат Windows Media Video будет воспроизводиться на любом компьютере под управлением Windows. Да, будет ролик менее качественный, да, он будет занимать больше места, но этот формат – это гарантия воспроизведения. Собственно, ничего сложного нет, никаких настроек PowerPoint вас спрашивать не будет. Вы выбиваете имя файла, выбираете тип файла «Видео» и нажимаете на кнопку «Сохранить». Сохранять видео в PowerPoint будет дольше, чем обычную презентацию. Тут тоже нужно учесть и запастись немножко терпением. Итак, я сегодня вроде бы хорошо очень уложилась по времени, все успела рассказать вам, что планировала. Инфографика, которую вы делаете в PowerPoint, она достаточно бедна сама по себе по анимации, но это именно тот случай, когда вы можете использовать максимально простые элементы и сделать из них какие-то достаточно сложные варианты. У меня есть, да, готовые примеры ролика, которые я делала. Я могу включить их только с трансляции экрана, к сожалению, потому что они у меня немножко в другом формате. Но я обещаю, что для тех, кто запишется на курс по презентациям, не только примеры ролика, но и пошагово я все распишу и сделаю алгоритм, который вы сможете использовать. Благодарю вас, мне очень приятно. Я рада с вами работать. Записывайтесь на следующий вебинар, где я вам тоже расскажу что-нибудь наверняка интересное и полезное. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Анастасию за интересный вебинар. Надеюсь, вам было интересно. Я также надеюсь, что вы видели мои ссылки в чате. Одна из них ведет на страницу выдачи сертификатов. Повторю ее. Это для тех, кому кто хочет получить, приобрести сертификат. А вторая, напоминаю, ведет на курс Анастасии, который онлайн-курс, который начнется 5 ноября. Сегодня мы впервые анонсируем этот курс. Ну, я надеюсь, вы еще о нем услышите и будете получать рассылки по этому курсу. Да, давайте я также приглашу вас на следующий вебинар трека Анастасии, который состоится в октябре. Одну минуточку перемотаю сейчас. Называется он вот так. Называется он вот так. А ссылка, по которой можно зарегистрироваться... Одну минуту, сейчас отвечу по поводу скачки презентации. А вот ссылка. По поводу скачки презентации. Презентация доступна для скачивания в разделе ресурсы нашего вебинара. Раздел ресурсы вы можете включить, если нажмете на кнопочку с серой папкой, которая находится в правом верхнем углу нашей вебинарной комнаты. А вот после этого у вас отобразится окно ресурсы, и на нем вы сможете скачать все, что там размещено, примеры и сегодняшнюю презентацию, нажав на зеленую кнопку рядом с названием файла. Вот так. Ну что ж, давайте я тоже с вами буду прощаться. Не забываем, что Директ Академия – это вебинар каждый день, и завтра будет новый вебинар. Приходите. Мы всегда приглашаем интересных спикеров для вас. Жду вас на новых вебинарах. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...